Здравствуйте, коллеги! Мы начинаем наш выбор, уже ровно 20 часов. Для начала хотела бы попросить вас вписаться в чате, слышно ли меня, видно ли меня. Если есть какие-то проблемы со связью, напишите, пожалуйста, для того, чтобы наше с вами сегодня общение не проявлялась на такие технические моменты. Прошу ваши обратные связи, чтобы узнать ситуацию текущую. Звук громкий, но шебуршит. Так, техническая поддержка, если у нас есть. Сейчас лучше, так? Хорошо, но меня видно и меня слышно. Это самое главное. Если вдруг будут какие-то более серьезные помехи, пожалуйста, отписывайтесь в чате, для того, чтобы мы могли вовремя их ликвидировать, как-то этот вопрос решить. Я рада приветствовать вас на нашем сегодняшнем вебинаре, утреннем вебинаре, да, для тех, кто живет по московскому времени. Сегодня, как вы уже поняли из темы, которая представлена на презентации, мы будем с вами говорить о ФБУС, о федеральном государственном образовательном стандарте, о тех требованиях, которые он выдвигает к современному учителю, к учителю китайского языка, в нашем с вами случае, и к современному уроку китайского языка. Хотела бы немножко представиться, возможно, кто-то уже со мной знаком, если периодически посещаете вебинары издательства «Просвещение». Несколько вебинаров уже была честь, скажем так, провести у меня. Для данного издательства меня зовут Маркевич Татьяна Юрьевна, я учитель китайского языка в гимназии номер 1 города Сочи. Я являюсь учителем практиком и, соответственно, в своих выступлениях всегда тоже стараюсь. Очень приятно, мне тоже очень приятно с вами сегодня общаться. Я со всеми стараюсь всегда в своих выступлениях ориентироваться именно на практическую заставляющую, поскольку, кажется, мне это очень важно, для того, чтобы наше общение было максимально продуктивным. Также с издательством «Просвещение» я сотрудничаю уже с 2016 года, с того момента, наверное, как учебники, первые учебники в Вене учить китайский, поступили к нам в Сочинскую гимназию, тогда это была гимназия номер 8, с момента проекта апробации. Соответственно, накопился некоторый такой опыт, который позволяет мне делиться своими наработками, своими результатами с коллегами. Также в августе проводила обучение для учителей Хабаровского края, это было очное обучение, и, соответственно, также могу сделать некоторые выводы, которые, некоторые выводы о той ситуации, которая имеется у нас сейчас на современном этапе среди преподавателей китайского языка, молодых или преподавателей с опытом, и вот этим своим скромным опытом сегодня хотелось бы с вами поделиться. Наш вебинар запланирован на 2 часа, а в конце вебинара я всегда оставляю время на то, чтобы вы могли задать интересующие вас вопросы. Соответственно, если они возникают по ходу вебинара, просто их зафиксируйте, и в конце у нас будет возможность с вами обсудить какие-то моменты, которые будут вас интересовать, возможно, какие-то есть не только вопросы, но и предложения, желание поделиться опытом. Я всегда это только приветствую, поскольку считаю, что только продуктивный диалог между коллегами, даже в с вами случае, да, между преподавателями китайского языка способен нас как-то к дальнейшему развитию стимулировать. Настраиваемся, получается, на 2 часа. Моё выступление делится на 3 блока. В первом блоке мы с вами поговорим про ПГОС, про те требования, которые он нам выдвигает, о том, как же работать в более эффективном, какие принципы, прошу прощения, необходимо соблюдать. Во второй части моего выступления поговорим уже более детально об УНК «Временучий китайский» и о том, каким образом данный учебник помогает достигать всех необходимых целей и планируемых результатов учителя. И как вот эту работу учителя-педагога с учебным пособием, каким образом наладить её так, чтобы это было максимально эффективно и полезно для двух сторон, и для педагога, и для наших обучающихся. И в конце поговорим о тех, может быть, проблемах, сложностях, которые всё ещё имеются в этой сфере. Поскольку, как показывает, опять же, практика, конечно же, каждый из нас, и я думаю, что здесь присутствующих, знаком с таким определением, как ПГОС, и, скажем так, обязан быть знаком с ним, но тем не менее вопросы возникают, особенно это остро касается, как мне кажется, нашего предмета, китайского языка, потому что очень много сложностей методических, может быть, с оснащением и так далее, периодически возникает. Поэтому поговорим о том, какие ещё сохраняются проблемы и каким образом, возможно, мы можем их решить. Опять же говорю, если у вас есть желание поделиться каким-то своим опытом, это только приветствуется, поэтому в конце мы с вами будем иметь возможность этот момент обсудить. Итак, УНК времяучить китайский и стандарты работы на уроках китайского языка в условиях нового ПГОС. Да, преподавание, первая часть, да, преподавание китайского языка в условиях реализации ПГОС. Основные принципы. Мы тут будем говорить и о китайском языке, и вообще о том, да, что же такое федеральный государственный образовательный стандарт. Это такие знания, наверное, более общие даже. Итак, да, ПГОС — это совокупные стремления. Вот здесь у меня на слайде есть определение, да, такое полное. Если говорить конкретно о том, что касается нас, да, если мы говорим про китайские на 5-9 классах, то ПГОС — это совокупность требований, обязательных при реализации основного общего образования, да, образовательного учреждения, которые имеют государственную аккредитацию. То есть ПГОС — это тот нормативный документ, которым каждый учитель практик должен пользоваться. Это тот ориентир, который мы должны использовать в своей повседневной деятельности. То есть ПГОС у нас регламентирует не только, допустим, нормативные какие-то моменты по типу написания рабочих программ, да, но и наш ежедневный с вами труд, ежедневные уроки — всё это, конечно же, должно соответствовать тем требованиям, которые сейчас предъявляются к современному уроку и к современному педагогу. И, соответственно, вот эти принципы, о которых мы сейчас будем с вами говорить, также должны реализовываться на каждом уроке, в нашем случае уроке китайского языка. Об этом необходимо помнить, не забывать и работать, конечно же, соответственно, вот исходя из сложившейся ситуации, да. Итак, если мы будем говорить об особенностях ТГОС нового поколения, то главной особенностью являются требования, новые требования именно к результатам обучения. Результаты обучения сейчас можно поделить на три группы. Я думаю, что вы уже должны быть знакомы с этими группами, но попробуем сегодня поговорить более детально. Итак, первая группа требований — это требования к предметным результатам. Предметные результаты — то есть это освоение специфическое для данной предметной области умение. В нашем случае это умение в области китайского языка, да. То есть предметные результаты — это те результаты, которые, в принципе, требовались от обучения и до принятия ТГОС нового поколения. То есть предметные результаты — это то, что должен освоить обучающийся в рамках конкретного предмета. Здесь, я думаю, что вопросов обычно никаких не возникает. Здесь и так всё понятно, да, то есть это какие-то коммуникативные лексические единицы, то есть это перечислять нужно достаточно много. То есть, в принципе, это просто навыки и умения в одной области, предметной области. Дальше, следующим моментом интересным является вторая группа требований. Это требования к метапредметным результатам. Это освоение умений, которые могут быть применимы как в рамках образовательного процесса, так и в других жизненных ситуациях. А вот здесь уже момент, как мне кажется, более интересный, да, когда мы говорим о том, что мы выходим за рамки одной какой-то предметной области и нам необходимо показать результаты, которые лежат за рамками, опять же, да, этой области и могут применяться в других жизненных ситуациях. То есть здесь мы развиваем не только предметные навыки, но и метапредметные личностные, да, которые могут использоваться у нас в повседневной жизни. Если говорить более детально о метапредметных результатах, что можно сюда отнести? Дело в том, что, имея некоторый, как я уже говорила, опыт, допустим, при очном общении с коллегами Хабаровского края, мы всё-таки во время беседы определяли, что существуют некоторые проблемы в понимании, да, того, что же от нас требуют, что такое метапредметный результат и как его добиться. Сейчас немножко поговорим, да, о том конкретно, что от нас требуют, когда говорят, ну, допредметные результаты. В первую очередь для учащихся это умение определять цели и задачи своего обучения. Мы будем много говорить сегодня, и вообще, когда говорим о фигуоз, появляется такое слово, как самостоятель. Наша задача с вами — воспитать такого ученика, который может самостоятельно действовать, самостоятельно работать, определять, вот как я только что сказала, да, определять цели и задачи своего обучения. Соответственно, мы должны понимать, что каким-то образом мы должны научить нашего обучающегося это делать. Как это можно сделать, мы поговорим чуть дальше. Первое, да, метапредметный, скажем так, такой результат — это умение самостоятельно определить цели и новые задачи. К следующему результату можно отнести умение планировать пути достижения цели. То есть когда ученик у нас может составить какой-то конкретный план, который приведёт его к желаемому результату. Опять же, здесь, как я считаю, достаточно уместно будет добавить слово «самостоятельно». То есть ученик самостоятельно умеет нанести вот этот план. Это, конечно же, идеальный результат, которого нам нужно добиться, но, тем не менее, это некий такой ориентир, на который мы с вами должны постоянно облядываться. И не только в рамках составления программы, но и на каждом уроке, в нашем случае, китайского языка. Следующий момент метапредметное умение такое — это возможность соотносить свои действия с планируемыми результатами. То есть здесь мы тоже говорим о планировании, когда ученик может самостоятельно поставить какую-то себе цель, результат и соотносить вот эти действия, которые он совершает, смогут ли они действительно привести его к желаемому результату, или они являются провальными и неэффективными. Здесь мы говорим также о развитии такого качества, как анализ, самоанализ. И на это тоже стоит обращать внимание при работе в классе и построении урока своего, в принципе, во время нашей с вами работы. Далее, следующий момент — это возможность ученикам оценивать правильность выполнения своих действий. Опять же, здесь вопрос о самоанализе, когда мы не только можем как-то спрогнозировать, как-то определить, приведут ли наши действия к желаемому результату, но и оценить правильность выполнения, действительно ли мы на верном пути, правильно ли мы выбрали направление. Это тоже необходимо на данный пункт обратить внимание. самоконтроль, самооценка являются такими подпунктами. То есть самоконтроль и самооценка — это, наверное, нашим вот такой мини-результатом из планированных метапределительных результатов. Следующий момент — это, конечно же, смысловое чтение. И очень важный момент — это умение организовать сотрудничество, эффективное сотрудничество не только в паре учитель-ученик, но и в группах учебных, в паре ученик-ученик. В каких-то, может быть, это может проявляться в парных заданиях, в групповых заданиях, в нашей деятельности на уроках. Должна быть направлена на то, чтобы развить вот этот навык, развить навык сотрудничества, работы в малых группах, в больших группах, в паре ученик-учитель, ученик-ученик, ученик-несколько учеников. То есть это всё будет у нас, опять же, зависеть от конкретного типа работы, которую мы с вами выбираем. Следующим важным моментом является формирование информационно-коммуникационных навыков и использование вот этих информационно-коммуникационных технологий. Когда мы говорим о современном уроке китайского языка, о современном образовании, конечно же, мы не можем упустить из внимания этот факт. И сегодня и далее мы будем говорить о том, что УНК «Время учить китайский» направлен как раз на формирование данных навыков. Огромное количество заданий, которые вы можете преломлять, которые вы можете использовать в этой области, привлекая технологии, привлекая технику. И это всё зависит, опять же, от возможностей технических ваших, от вашего, скажем так, плана до урока. Но тем не менее. И последний пункт, если мы говорим о метапредметных результатах, это формирование экологического мышления. Это такое тоже достаточно новое требование, которое, опять же, должно реализовываться у нас на уроках. Когда мы говорим о том, что все эти требования должны быть реализованы на уроках, очень часто у педагогов возникает вопрос, как это всё делать, как это всё совместить, потому что требований много, а мы одни. И вот это всё в голове держать, конечно же, постоянно сложно. Здесь на помощь нам приходят, конечно же, различные средства. В нашем случае то, о чём мы будем говорить сегодня, то, чем необходимо пользоваться, — это грамотно составленный ОМК. Когда учебник и вообще весь учебно-методический комплекс направлен в первую очередь на реализацию всех этих требований, тогда от педагога требуется только соответствие его личным этим требованиям и возможность проанализировать, построить урок именно в направлении максимального соответствия. То есть здесь, когда мы имеем какой-то эффективный инструмент, конечно же, работать намного проще и намного становится понятнее. Держать всё в голове невозможно. Хорошо. Это то, что касается метапредметных навыков. Следующая группа результатов, которые предъявляет к нам сейчас ФГОС, — это личностные результаты. На слайде, да, вы видите небольшое определение. Это получение системы ценностных отношений учащихся к себе и другим участникам образовательного процесса, самому образовательному процессу и объектам познания. К личностным результатам мы можем отнести в первую очередь это способность наших учащихся к личностному самоопределению и саморазвитию. Вообще, как я вижу, это является, ну, скажем так, реальностью, да, ФГОС, вот эти новые требования, они направлены на развитие гармоничной личности, которая способна будет после выпуска из школы к продолжению перманентного, постоянного, непрерывного самообразования, да, поскольку сейчас современная среда, современные вообще условия современной реальности, конечно же, требуют от специалиста, я думаю, что вы это и по себе чувствуете, да, требуют от специалиста непрерывного образовательного процесса. И, соответственно, обучение в школе также должно быть направлено на то, чтобы мы вот эти качества взращивали в наших учениках для того, чтобы после выпуска из школы мы могли их применять уже в реальной жизни, во грозной жизни, дальше поступая, да, больше учебные занятия и так далее. К следующему такому личностному результату можно отнести мотивированность, сформированность мотивации к обучению, да, когда у нас ученик замотивирован самостоятельно к обучению. Конечно же, мы понимаем, что это бывает не всегда, но, тем не менее, это тот стандарт, к которому нам необходимо с вами тоже стремиться. Дальше. Очень важным пунктом является формирование личностных каких-то установок, да, и гражданских установок. Здесь у нас еще в голос нового поколения появляется такой пункт, как осознание российской идентичности в поликультурном социуме, да. Когда мы осознаем себя, когда ученик осознает то, что он является, да, российским все-таки жителем, да, осознает вот эту российскую свою идентичность, свою культурную самобытность. И, мне кажется, данный пункт, он очень актуален для уроков иностранного языка. Сегодня мы дальше с вами поговорим, как этот момент реализуется в учебнике. У МК «Время учить китайский». Как мы можем с вами это использовать на наших уроках китайского языка? Как мы можем сформировать вот эту необходимую гражданскую осознанность наших учащихся? Подводя итог данному, да, слайду, вот этого пункта, можно сказать, что, как я уже ранее, да, вам озвучила, главной целью является формированием целостной личности со своей системой ценностных установок, которая в дальнейшем способна будет продолжать перманентно самообразовываться, развиваться, которая будет замотивирована к вот этому развитию, да, и также способна самостоятельно принимать решения, независимые решения, да. Если мы говорим о школьном этапе, это, конечно же, да, там решение. О дальнейшем карьерном каком-то направлении, да, выборе профессии, ну и, в принципе, дальше по жизни данная личность должна как бы самостоятельно уметь принимать эти решения и действовать независимо. Это вот то, что требуются, те результаты, которые мы должны совместно с учениками показать по окончанию нашего обучения. И следующее. Если мы говорим о том, непосредственно каким же образом реализовывать вот эти принципы, что мы должны делать на практике, что нового предполагает наши вот эти результаты, которые мы должны получить, какие предполагают они действия. Во-первых, в первую очередь, это смещение фокуса с учителя на учащихся. Сейчас мы говорим о том, что именно учащиеся являются главной частью образовательного процесса. Фокус у нас уже смещён, как я уже не раз говорила, слово «самостоятельность» у нас постоянно возникает, да, то есть в первую очередь учитель должен отказаться от позиции единогласного лидера, да. Учитель сейчас выступает больше в роли наставника, который готов показать пути к достижению цели, но, тем не менее, основная активная роль отведена, конечно же, нашим учащимся. Это мы будем видеть с вами и по заданиям, которые имеются, допустим, в учебнике, и вообще по, скажем так, по требованиям, да, что мы должны отдать свою максимально важную роль на уроке нашим учащимся. Тем не менее, при этом это не говорит о том, что мы полностью, да, снимаем в себя полномочия, да, ответственности какую-то нет, мы только выступаем в роли наставников, которые курируют наших учащихся, направляют их в правильные направления, в правильный путь, и, мягко, скажем так, да, ненавязчиво. Следующий момент новый — это упор на исследовательскую, проектную и творческую деятельность. Когда мы, вот у меня здесь, да, написано именно упор, бывает, ну, может возникнуть такая ситуация, когда для Бог понимает это в таком контексте, что теперь мы должны заниматься только там проектной и творческой деятельностью на уроках. На самом деле это не совсем так. Нам необходимо достигнуть вот этот баланс, когда и традиционная форма работы на уроке, и при этом новые формы, такие как исследовательская деятельность, проектная и творческая, сочетаются вместе, сочетаются органично, да, взаимодополняя друг друга. И в то же время не вдаваться в другую крайность, когда мы полностью отказываемся от исследовательской и проектной деятельности. Такие моменты тоже бывают. Чаще всего они происходят из-за непонимания возможной технологии работы по данным направлениям. Но, тем не менее, наша задача, скажем так, в балансе добиться идеального сочетания, да, традиционных форм работы на уроке и новых форм, которые, опять же, определяются у нас стандартом. Соответственно, их невозможно не использовать, да, на это нужно тоже обращать внимание. Следующий момент — это увеличение доли самостоятельной работы учеников на уроке. Это то, о чём я говорила ранее. Самостоятельность, когда ученики, собственно говоря, именно путём применения вот этой самостоятельной работы ученики способны достигнуть тех результатов, которые мы с вами планируем и к которым мы стремимся. Введение практика ориентированных заданий, что тоже в нашем случае, мне кажется, достаточно интересно. И часто это то, чего не хватает на уроках иностранного языка, это, конечно же, практика. Я думаю, что каждый педагог знает, что ученики чаще всего хотят на практике применять свои знания, но не всегда у них есть такая возможность. Такое появление именно внедрения практик ориентированных заданий даёт возможность учащимся применить свои знания на практике и, соответственно, скажем так, с лёгкостью добиваться необходимых результатов обучения. И следующий момент — это использование личностно-ориентированного подхода. Когда мы работаем, исходя из личностных, заходя из учёта личностных качеств наших учащихся, подбираем возможные формы работы, формы организации работы на уроке, личностно-ориентированный подход — это тоже один из таких стандартов работы на современном уроке. Дальше. Если говорить непосредственно о самом уроке, о том, каким образом он должен быть построен у этого урока, для того, чтобы у нас была возможность все вот эти требования наши реализовать. В первую очередь, это эффективное начало и окончание урока. По требованиям ФГО с нового поколения наш урок должен начинаться и оканчиваться совместно с учащимися. То есть для начала мы формируем вместе с учащимися цели, тему урока. Задача, которую нам необходимо будет решить, это тот момент, который, во-первых, настраивает учеников на занятия, но и который, опять же, необходим для реализации, для того, чтобы мы достигли вот тех необходимых наших метапредметных и личностных результатов. Итак, этот момент ни в коем случае не нужно упускать. Это то, на чем мы должны заострить внимание и работать именно по этому направлению. Следующий момент — это эффективное окончание урока. Также будем говорить о том, что это рефлексия, каким образом можно эту рефлексию проводить, но, опять же, это необходимый элемент современного урока, в нашем случае китайского языка. Да, совместно с учениками формулируемую тему, цель и задачу урока. Следующий пункт — реализация принципа личностной ориентации. Когда мы, как я уже говорила ранее, подбираем задания, возможно, каким-то образом варьируем темы заданий, исходя из личностных качеств, личностных интересов обучающихся. В принципе, это тот момент, который даёт возможность и учителю, скажем так, более эффективно работать с группой, более эффективно работать с учениками и неиспоримый даёт большое количество плюсов для самих учеников. Следующий момент — построение сотрудничества учитель-ученик. Когда мы самостоятельно, то есть то, что касается нас, учителей, мы целенаправленно выстраиваем вот это сотрудничество в нужном, правильном русле. Когда мы отказываемся от позиции однозначного лидера и отдаём вот это лидерство нашим ученикам, только тогда наш урок и будет иметь тот необходимый образ, скажем так, будет максимально эффективным. Следующий момент очень важный — это организация различных форм работы на уроке. Тут дальше в моей презентации, в моём выступлении мы поговорим более детально об этом моменте. Различные формы работы на уроке — это не только индивидуальная работа, но и парная, и групповая. Организация этих форм, опять же, направлена на реализацию всех необходимых требований, и нам необходимо на этом то есть заострять внимание. Ни в коем случае не игнорировать какие-то формы, допустим, парную или групповую формы работы, поскольку все они важны, и организация вот этой работы по таким направлениям, индивидуальная пара групповая является требованием к нам, как к педагогам и к современному уроку китайского языка. Активизация деятельности учащихся. Наши с вами действия должны быть направлены на то, чтобы ученики самостоятельно, активно принимали участие в образовательном процессе. Для того, чтобы свести к минимуму количество учеников, который будет неэффективным на уроке, который будет неактивным. Опять же, помощь в этом случае педагогу приходит огромное количество инструментов, сегодня тоже мы с вами о них чуть-чуть. Далее поговорим. Активное применение творческой проектной деятельности. Здесь я тоже уже говорила о том, что ни в коем случае не упускаем этот момент, активно его используем. Это не только эффективно, но еще и интересно, не только для учеников, но и для педагогов в том числе, как мне кажется. Работа в паре ученик-ученик. Возможность, да, с помощью, с нашей помощью, возможность дать ученикам построить это эффективное сотрудничество, которое в дальнейшем также понадобится им, да, в дальнейшем также вот это сотрудничество направлено на реализацию не только метапредметных навыков, но и личностных навыков. Ну и последний пункт — это побуждение к рефлексии, как я уже сказала, да, это эффективное окончание урока, когда мы побуждаем наших учеников, побуждаем их активно принимать участие в этом моменте при завершении, допустим, занятия, да, когда мы совместно подводим какие-то итоги, все это, опять же, направлено, эти действия, опять же, направлено на то, чтобы достичь планируемых результатов. Вот данный блок мы с вами как бы уже разобрали достаточно кратко. Это те требования, основные которые сейчас предъявляются к современному уроку китайского языка. Как я уже сказала, если у вас какие-то возникли вопросы, вы сейчас можете, да, их у себя зафиксировать. Дальше мы об этом поговорим. Возможно, есть какие-то предложения, какие-то наработки. А сейчас хотела бы поговорить еще, представить урока «Время учить китайский», поскольку все те требования, которые ранее были озвучены, они, конечно же, не могут быть достигнуты учителем в одиночку. Только сочетание эффективных рабочих инструментов, в нашем случае это учебно-методический комплекс, наличие вот этого эффективного инструмента поможет учителю достигнуть планируемых результатов, сделать урок максимально деятельным, максимально результативным. Поэтому сейчас мы поговорим о том, каким же образом новые требования реализованы в ОМК «Время учить китайский». Если информация, о которой я вам говорю, думаю, вам уже как-то она частично может быть известна, если вы уже имеете опыт работы с ОМК «Время учить китайский», я думаю, что эта информация не будет для вас новой, но тем не менее, возможно, кто-то приступает работать или планирует в будущем учебном году. И я думаю, что это будет полезно одинаково и послушать еще раз, и, возможно, получить какую-то новую информацию. Итак, ОМК «Время учить китайский» – как я уже сказала историю. Это учебное пособие, которое не так давно появилось, скажем так, на рабочих столах наших отечественных педагогов, но уже зарекомендовало себя как достаточно эффективный инструмент в работе и получило большое количество положительных откликов, начиная с 2016 года с проекта «Апробации». Автором данной линии является Сизова Александра Александровна. Здесь на слайде вы видите ее многочисленные регалии. Это руководитель авторского коллектива, в первую очередь, с российской стороны именно Сизова Александра Александровна, кандидат исторических наук, учитель высшей категории, доцент школы востоковедения, и также учитель практик в школе китайского языка и страноведения 548 Царицына. То есть мы говорим о том, что данный учебник был составлен учительным практиком, который также, как и мы с вами, ежедневно проходит все эти этапы и, соответственно, имеет максимально адекватное, максимально правильное понимание того, что происходит на данном этапе. И также руководитель управления «Китайский язык. Ассоциация учителей иностранных языков города Москвы». Здесь также у нас представлен коллектив авторов с китайской стороны. С вашего позволения, не буду всех их перечислять, да, вы можете ознакомиться с ними, да, либо в самом учебнике уже прочитать. Итак, посмотрите, пожалуйста, когда мы говорим о УНК «Время учить китайский», мы говорим о таком достаточно уникальном сейчас явлении у нас на рынке учебно-магодических комплексов. Это первый совместный проект издательства просвещения и китайского издательства «People's Education Place». То есть мы говорим о том, что учебник составлен не только авторами, российскими, но и китайскими, что, конечно же, является большим плюсом, так мне кажется, да, обязательным таким элементом, который помогает сделать учебник законченным, сделать его максимально, скажем так, эффективным и максимально интересным даже. Здесь вы на слайде видите все учебники, которые представлены у нас, учебники с 5 по 9 класс, можете заметить их внешний вид, увидеть, как они выглядят, да, учебники красочные, как показывает практика учебники, учащимся нравятся, нравится их не только внешний увлек, но и их наполнение. Поэтому если вы, допустим, работаете сейчас только на ступень 6 класса, можете вот посмотреть, как они выглядят. К 9 классу полностью учебник обеспечивает преемственность. То есть не возникнет такой ситуации, что в какой-то момент линия прервется, и дальше заниматься нам будет уже не с чем. Нет, учебники у нас есть с 5 по 9 класс. Я знаю, что, не могу сейчас точно сказать, по-моему, уже выпущены, либо в ближайшее время выпускаются, учебники 10-11 класса. Соответственно, мы говорим о том, что линейка полностью завершена. Если говорить об особенностях УНК «Время учить китайский», постараюсь кратко, но тем не менее содержательно вам их перечислить. Аутентичность языковых материалов. Языковой материал, как вы понимаете, да, проработанная совместно с носителем языка. Наличие сюжетной канвы в подаче учебных материалов. Сюжетная канва — это всегда более интересно всегда для наших обучающихся. И вот такая канва есть в данных учебниках. Есть, разворачивается в России, не в Китае. Это было пожелание именно у китайских авторов, для того, чтобы слишком не перегружать наших учащихся, вот этой информации о Китае, о китайской культуре, для того, чтобы всё-таки, опять же, да, у нас было понимание, что это иностранный язык, который мы изучаем в России, и действие происходит в российской действительности. Соответствие методического аппарата, традициям российской школы целям на современном этапе ее развития. Это то, о чём мы говорим сегодня, да. Целям на современном этапе ее развития. Это полное соответствие требований к ГОС. Когда мы перечисляли, да, когда я перечисляла для вас вот эти требования к результатам, сказала, что очень важно иметь эффективный инструмент, который поможет нам этих целей достигнуть. Вот этот инструмент как раз перед вами, поскольку он максимально соответствует данным целям. Современные, в том числе, информационно-конпьютерные технологии. Далее тоже мы поговорим об этом, да, когда вы можете... Не только эти технологии современные касаются наполняемости учебника, да, то есть когда у вас появляются задания для учеников с использованием, да, компьютеры, возможно, да, когда они могут выполнить задания именно в такой версии электронной, но это еще и электронная форма учебника, которая, опять же, как вы понимаете, электронная форма учебника — это современные требования, требования нашего времени, и эта форма учебника существует, соответственно, вы уже можете здесь выбирать, в зависимости от ваших технических возможностей, выбирать либо традиционную форму учебника, либо электронную. Следующий момент — это практика ориентированный характер. Личностная ориентация, адресность, содержание учебных материалов. Это тоже является такой особенностью данных учебников. Следующий, дальше идем. Наличие социокультурных материалов у России. А вот здесь ранее я говорила о том, что современные требования, современный стандарт, скажем так, выдвигает к нам требования в том, чтобы мы сформировали личность, которая может себя самоопределять, как гражданина Российской Федерации. Вот здесь как раз учебники наши содержат такой блок «Социокультурные материалы о России», когда мы изучаем не только иноязычную культуру, не только культуру Китая, но при этом мы изучаем еще и нашу российскую культуру, нашу российскую действительность. В данный момент он реализован в иностранологическом блоке и, как мне кажется, является очень интересным. Вот этот метод сравнения, он, конечно же, дает свои плоды, поскольку всегда учащимся, особенно учащимся до всего большего возраста, когда они только приступают к изучению китайского языка, всегда у них есть желание сравнить, сравнить, как жизнь происходит в России, как жизнь, как живут в Китае, не только язык сравнить, но и какой-то быт. И вот эта возможность, конечно же, у них появляется в рамках урока китайского языка. Следующий блок. Возможности дифференцированного, дифференцированного, прошу прощения, подхода к организации образовательного процесса. Дифференцированный подход, да, который у нас является частью личностно-ориентированного подхода, также очень важен. И вот эта возможность, она раскрывается в УНК. Дальше мы более детально, у меня есть такая информация для вас, об этом тоже поговорим. Воспитательный, развивающая ценность материалов, широкие возможности для социализации учащихся и реализации обучения на основе диалога культур России и Китая. Если мы посмотрим на все вот эти особенности, то мы увидим, что УНК, в принципе, точек китайский, максимально соответствует всем требованиям ФГО с нового поколения. Соответственно, это тот инструмент, которому вы можете доверять и активно использовать его в своей практике, при этом практически не используя какие-то дополнительные материалы, но это только в случае вашего желания, да, потому что УНК завершен, УНК полностью наполнен, и далее мы тоже с вами поговорим, почему это именно так. И важный момент, насколько я знаю, 29 декабря был опубликован федеральный перечень новый, и линия учебников в время учебки-китайской вошла в федеральный перечень учебников Министерства просвещения. Это говорит о том, что учебник можно закупать на бюджетные средства. Это проблема, я думаю, если вы когда-то сталкивались с организацией, с закупкой учебников, я думаю, вы понимаете, что эта проблема существовала до сегодняшнего момента, вот теперь этой проблемы уже не будет, поскольку официально, я лично сама просматривала перечень, официально данные учебники в перечне находятся. Так, если говорить о составе ОНК, как я уже сказала, что ОНК, он такой у нас завершенный максимально, и не требует от учителя какого-то дополнительного поиска. Допустим, когда я 3, практически 4 года назад приступала к работе, у нас очень остро стоял момент именно методического оснащения, когда приходилось где-то как-то покрупиться, собирать необходимый материал для того, чтобы урок сделать максимально наполненным. Сейчас такая проблема уже отсутствует. Посмотрите, в состав ОНК входит учебное пособие, рабочая тетрадь, прописи, электронная форма учебника, которая, как я уже сказала, электронная форма учебника – это и есть максимально вот этот современный элемент, современный инструмент, который вы можете активно применять на своих уроках. Это есть, и этим тоже нужно пользоваться. Дальше. Книга для учителя, аудиокурс и рабочий программ. Вот здесь у нас рядом с последними тремя пунктами стоит значок компьютера. Это значит, что эти три элемента можно скачать на сайте просвещения. Книга для учителя, аудиокурс и рабочий программ. Сейчас я хотела бы немножко рассказать про такие важные элементы в составе ОНК, которые меня, как учителя практика, конечно же, порадовали и радуют по сей день. Если мы говорим про учебник и рабочую тетрадь, то здесь, в принципе, ситуация особо не требующая каких-либо пояснений. Учебник, рабочая тетрадь, естественно, они сочетаются между собой. Упражнения, которые имеются в рабочей тетради, они являются, они более сложные, уже идут на отработку навыков. Дальше тоже самое касается прописи. Здесь было тоже все понятно, в которой вы также можете приобретать и работать вместе с учениками. Следующий момент — это два таких документа, прошу прощения, два элемента, которые меня, конечно, порадовали, как я уже сказала, и которые, как мне кажется, являются максимально полезными для учителя на данном этапе. Это рабочие программы, наличие рабочих программ. Здесь на слайде вы видите то, что в эти рабочие программы входит. И, как мне видится, это замечательный инструмент, который облегчает ежедневную, даже не ежедневную, а облегчает работу педагога, когда, я думаю, что многие сталкиваются с такой ситуацией, что необходимо было самостоятельно рабочие программы поставлять. Хотя как бы не каждый учитель это может сделать, но тем не менее. Вот сейчас данная проблема решена. Рабочие программы, посмотрите, включая все необходимые пункты, представлены. Более того, как я уже сказала, их будет в свободном доступе к области. Это один элемент. И второе – это книга для учителя. Вот здесь я бы хотела заострить особо свое внимание. Книгу для учителя, посмотрите, здесь она содержит и учебные цели, задачи, содержание урока. У меня подчеркнут пункт методические рекомендации и справочные материалы учителя. Вот это то, за что, скажем так, я данную книгу небольшую, такую очень сама полюбила, потому что данная книга, книга для учителя, содержит дополнительные справочные материалы, которые могут не только помочь нам сделать урок максимально эффективным, но и получить какие-то дополнительные знания, дополнительную информацию, которую вы можете применять на своих уроках. Книга для учителя обязательно для, как мне кажется, обязательно для прочтения, для ознакомления перед началом работы с ОМК. Поэтому если вы по какой-то причине еще не ознакомились с данным документом, обязательно с ним ознакомьтесь. Более того, книга для учителя содержит не только какие-то справочные материалы, которые у нас являются дополнительными, но и необходимые справочные материалы для вводно-фонетического, вводно-иероглифического курса. То есть вам нет необходимости никакой что-то дополнительное искать, все уже есть, все может с легкостью использоваться в повседневной работе. Ну и материалы для обобщения, систематизации и контроля знаний. Как я уже сказала, да, таким образом мы можем сделать вывод, что используя ОМК «Время учить китайский», мы можем достигнуть вот этих требований, этих результатов, которые нам необходимо достигнуть, при этом, скажем так, используя только ОМК, не прибегая к каким-то дополнительным поискам, да, то есть мы полностью в этом случае с вами оснащены. И мне кажется, что это очень такой замечательный момент, поскольку именно в сфере китайского языка, как мне кажется, это еще год-два назад, это было достаточно сложно этого достигнуть, но сейчас такой инструмент есть в наших с вами руках. И давайте сейчас уже поговорим о том, каким же образом реализуется ФГО с нового поколения ОМК «Время учить китайский». Поговорим более детально о заданиях, о том, как мы можем с вами, используя ОМК, его наполнение, как мы можем с вами прийти вот к этому стандарту урока и все реализовать требования и достигнуть всех необходимых результатов. Итак, посмотрите, пожалуйста, если вы уже, может быть, слышали вебинары автора, да, Сизова Александра Александровна, может быть, что-то читали про ОМК, вы знаете, что используем коммуникативно-когнитивный подход, который, думаю, здесь особо нет необходимости в представлении, помимо этого, как уже неоднократно упоминал автор, использовано несколько других подходов, которые тоже являются необходимыми для реализации современных требований. Это системно-деятельностный подход, когда мы с вами решаем проблему самоопределения ученика в учебном процессе. И компетентный подход, когда мы сочетаем разнообразные виды деятельности, включающие все предметы в широкий общий учебный и жизненный контекст. И развиваем самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе. Прошу прощения. То есть, опять же, да, мы говорим о направленности, которая и должна быть у нас в соответствии с современными требованиями. И все это реализовано в УНК «Время учить китайский». Давайте сейчас посмотрим более детально, практически, да, подойдем к нашему УНК, посмотрим, что у нас содержится, посмотрим на наполнение, да, и каким образом вот это наполнение мы можем использовать для того, чтобы достигнуть необходимые нам результаты. Итак, посмотрите, пожалуйста, здесь у меня вот картинки, которые представлены, они могут быть из учебников 5-го, 8-го, 9-го класса. Где-то я буду на это обращать ваше внимание, да, где-то нет, но тем не менее. Посмотрите, первое, как я уже сказала ранее, мы говорили, да, согласно требованиям к современному уроку, урок должен иметь эффективное начало и эффективное окончание. Сейчас поговорим об эффективном начале нашего урока. Посмотрите, задание на введение в тему урока. Это как раз то, что содержится в каждом учебнике, начиная с 5-го класса. Естественно, от 5-го к 9-му классу мы говорим о том, что будет усложняться задание, да, будет меняться, но тем не менее структура учебника, да, наполняемость, она практически остается неизменной именно в плане тех компонентов, которые у нас существуют, которые будут направлены на реализацию вот этих принципов. Итак, мы можем видеть раздел, да. Раздел может называться у нас, либо «Посмотри на картинки и скажем», либо «Начнем», который призван плавно и правильно ввести наших учеников в новый урок. Правильно, эффективно начать урок, да. Перед началом урока ученикам задаются заранее заготовленные вопросы по теме, да, это как одна из таких рекомендаций, да, вы можете самостоятельно заготовить эти вопросы заранее. То есть, таким образом, проводя беседу, мы с учениками совместно, что делаем, не только тему урока определяем, да, но и определяем цели и задачи урока. Вот этот момент введения в тему обязательно должен быть проведен. Его ни в коем случае не нужно игнорировать, да, тем более, что вот у нас есть возможность работать, ничего дополнительного придумывать нам здесь не нужно. Сочетаем ранее изученный материал с какими-то новыми элементами, да. В этом случае мы говорим о развитии аналитического мышления у наших учащихся, когда они, и плюс еще развитие самостоятельности, да, когда они самостоятельно способны поставить вот эти цели, определить задачи урока с, скажем так, с мягкой подачей учителя, да, когда учитель, опять же, мы говорим, наставник, с вот этим подходом. Я думаю, что мы у любого преподавателя, у любого педагога получится сделать это максимально эффективно. Дальше. Следующий момент. То, что реализуется в УНК, время учет китайский, это организация различных видов работы на урок. И, как я уже упоминала, это касается не только уроков китайского языка, да, это, в принципе, касается, ну, уроков любого урока, нам необходимо эффективно сочетать различные виды работы. Если фрагмальный, да, вид работы уже является у нас несколько таким, ну, устаревшим, да, то есть это тот вид, который постепенно у нас вытесняется новыми видами, такими, как индивидуальная, парная или групповая работа, да. Я вот здесь подчеркнула у нас парную и групповую работу. Это те пункты, на которые стоит особо заострить внимание. Дело в том, что, насколько я понимаю, и насколько, опять же, у меня была возможность пообщаться с коллегами, и, например, часто парная и групповая работа, они могут игнорироваться учителям по причине того, что, особенно на начальном этапе, это достаточно сложно организовать, да, вот эту работу там с учениками, допустим, пятого класса, вот, потому что, конечно же, это зачастую ведет за собой, может быть, снижение дисциплины на уроке, но, тем не менее, на это необходимо обращать внимание. Какие плюсы у нас имеются в организации такого выбора работы? Это и улучшение взаимоотношений в классе, повышение интереса к изучаемому предмету, потому что зачастую, особенно, как показывает мой опыт, это происходит к седьмому, восьмому классу, к седьмому, да, особенно, те ученики, которые горели китайским языком, которые хотели его изучать, постепенно их мотивация, их интерес, он как-то спадает. Почему это происходит? Да, потому что, возможно, скучно, возможно, естественно, особенности возрастные у нас возникают, и здесь наша задача — поддержать этот интерес к изучаемому предмету. Как мне кажется, возможность организовать работу в новом виде, допустим, в парнем или в групповом, это одно из таких направлений — повышение интереса и мотивации к изучаемому предмету. Следующий пункт — это активизация творческого потенциала. Здесь, я думаю, тоже особо нам не нужно каких-то пояснений, да, то есть мы посредством такой организации, такой работы, конечно же, активизируем все вот эти творческие навыки и развитие аналитических навыков, в том числе и самоанализа. Посмотрите, пожалуйста, сейчас вот на слайде на ваших появятся краткие такие выжимки из учебника седьмого класса. Организации, различные виды организации работы в ОУК, представленные в разделах «Обсудим» и «Учимся вместе». Здесь я взяла седьмой класс, поскольку мне он кажется более таким показательным, да, и задание уже более серьезное, более интересное. Посмотрите, в первом случае нам предлагают ознакомиться с результатами опроса китайских подростков об их занятиях в выходные. И затем в паре с партнером провести дискуссию на основе представленной диаграммы, да, то есть здесь мы не только сочетаем, вот, там, скажем так, анализ каких-то графических, да, схем и так далее. Это тоже, кстати, наличие всех вот этих заданий с каким-то графическими схемами, с анализом информации. Это тоже является требованием к урокам современным. Ну, здесь нам предлагают потом это обсудить. Дальше мы подводим итоги дискуссии. Возможно, мы можем эту дискуссию вывести на уровень общий, да, на общий уровень на весь класс. Это уже, как бы, каждый учитель смотрит самостоятельно. Но, тем не менее, да, разделы «Обсудим» и «Учимся вместе» заключают в себе именно такие задания на организацию различных видов работы на уроке. Посмотрите, здесь у нас еще справа предлагают нам взять интервью одноклассника, используя вопросы, и работаем в группе, вижу, да, раздел «Учимся вместе». Работаем в группе, нужно для начала провести исследование, потом обсудить результаты этого исследования и представить информацию в классе. Здесь мы видим и сочетание различных форм организации работы на уроке и, опять же, нашу проектную творческую деятельность, да. Я, конечно же, советую на уроках активно использовать эти упражнения, эти подходы при этом в полном объеме, да. При этом, конечно же, важно здесь не, скажем так, ну, мы понимаем, что организация хода самого урока, это полностью, в данном случае, лежит на данном плечах педагога, и здесь вот должен быть этот четкий момент контроля, да. Все дискуссии, все вот это, оно должно происходить под контролем. Учителя, который направляет учеников в необходимую русло для того, чтобы эта беседа, обсуждение, оно протекало, не протекало не просто, да, в формате общения, но в формате продуктивного, эффективного общения. Здесь, опять же, четко контроль. С нашей стороны, наша очень такая важная работа. Однако, как показывает практика, это всегда интересно, тем более, чем выше уровень владения китайским языком, тем интереснее становятся такие беседы. Я думаю, что многие, кто уже, да, там работает, может быть, по этому урока, или, в принципе, работает со старшими классами, понимают, что в старших классах это становится максимально актуально. Все исследования, когда ученик может не только обсудить, да, но в этот момент и проявить как-то себя. Поэтому это очень важные пункты, те, на которые тоже стоит обратить внимание и использовать в своей ежедневной практике. Следующее, внизу у меня указано, что рабочая программа содержит список альтернативных видов организации работы на уроке. Что я здесь имела в виду? То есть рабочая программа, как я и говорил, тоже важная такая, да, или нет? Рабочая программа, там есть список того, каким образом вы можете организовать вот эти беседы, да, там в виде викторины, может быть, круглого стола и так далее. Я думаю, у каждого учителя, у каждого педагога, да, есть свои какие-то наработки, но, тем не менее, наличие вот такого списка также, ну, где-то облегчает нашу с вами работу, где-то мы можем использовать данный справочный материал в качестве помощника такого в данном деле, поэтому посмотрите обязательно, воспользуйтесь. Это, опять же, я повторяю к тому, чтобы вы все-таки ознакомились и с рабочей программой, и с книгой для учителя, потому что все-таки они содержат большое количество необходимых и полезных для нас с вами материалов. Дальше уже ранее мы говорили, да, о дифференцированном подходе в обучении. Дифференцированный подход в обучении является частью личностно-ориентированного подхода обучения, да, когда мы, исходя из возможностей учащихся, выбираем для них материал, выбираем для них задания, с которыми они могли бы справиться, возможно, даем какие-то дополнительные задания, да, то есть здесь мы говорим о личностной ориентации. Мне кажется, дифференцированный подход, ну, исходя из моей, опять же, практики, да, это такой обязательно необходимый для нас инструмент, поскольку группы, зачастую группы наших учащихся немаленькие, да, могут быть и ученики разного уровня находятся в этих группах, и, конечно же, данный подход, как нельзя, кстати, нам будет помогать с вами в нашей организации образовательного процесса. Если мы будем говорить о дифференцированном подходе именно в УНК «Время учить китайский», какие элементы нам здесь помогут? Обратите внимание, здесь на слайде я вынесла такой, скажем так, раздел, как дополнительная лектика. Вообще, то есть лексика, которая изучается, которая должна быть в обязательном порядке изучена обучающимися, она представлена в материалах, в основных материалах урока. Далее существует вот такой раздел «Дополнительная лексика». Как мне кажется, данный раздел как раз можно таки использовать для того, чтобы поменять дифференцированный подход. В случае, если у вас есть какие-то учащиеся, которые, как вам кажется, могут больше, могут сильнее, то обязательно используйте данный раздел «Дополнительные лексики», чтобы, возможно, они там как-то, может быть, вы дадите в качестве задания выучить, использовать как-то эту лексику. То есть здесь данный раздел есть. Что-то дополнительное искать, конечно же, можно при желании найти и что-то взять еще извне, но данный пункт также можно использовать для того, чтобы повысить эффективность работы с детьми, с учащимися, у которых уровень чуть-чуть выше, чем у них одноклассников. Так, да, посмотрите дальше, да, дифференцированный подход в обучении, также читаем дополнительно. Есть возможность использовать какие-то дополнительные тексты, дополнительные материалы для того, чтобы немножечко нагрузить учеников, которые способны, которые хотят, которые могут. Кстати, с этой же целью вы можете использовать и проектно-исследовательскую деятельность, да, дальше мы тоже об этом поговорим, когда вы предлагаете какие-то проекты, может быть, дополнительные, да, не в рамках общего плана, да, урока, но что-то дополнительное для особо одаренных, для особо успевающих учеников. Дифференцированный подход в обучении, посмотрите, реализован в ОМК и может использоваться вами, может использоваться вами эффективно, практически на каждом, в каждом блоке, да, дополнительная лексика, она дается после каждого раздела. Соответственно, вы можете заранее как-то с ней, допустим, познакомиться, да, и уже по ходу работы с этим разделом предлагать эту дополнительную лексику ученикам и как-то с ней работать. Так, дальше, следующий момент – это проектно-исследовательская деятельность. Здесь у меня на слайде написана важная такая, правда, как мне кажется. Проектно-исследовательская деятельность – это обязательный элемент современного урока китайского языка. Вот именно обязательность этого элемента, и, мне кажется, вызывает большое количество вопросов и сложностей у педагогов на данном этапе. Когда у меня была возможность проводить обучение для учителей Хабаровска, мы как раз обсуждали этот момент и говорили о том, что все-таки еще существует большое количество проблем в понимании того, что же такое проектная деятельность, проектно-исследовательская деятельность, что вообще это такое, то есть непонимание со стороны педагогов и как это можно использовать на уроках китайского языка, в частности. Конечно же, это большая тема, это отдельная тема. Вот, может быть, кто-то два месяца назад слушал вебинар, тоже я проводила по проектно-исследовательской деятельности. Как мне кажется, данное направление сейчас является таким вызовом для современного педагога, это сфера, которую нам самим еще необходимо изучить и для того, чтобы активно ее и правильно, эффективно применять на наших уроках китайского языка. Итак, проектно-исследовательская деятельность – это обязательный элемент современного урока китайского языка. Если мы поговорим про все, какие плюсы, какие преимущества дает нам проектно-исследовательская деятельность, посмотрите, пожалуйста, здесь вы все можете увидеть на слайде. Способствует успешному и творческому развитию личности, когда мы говорим о метапредметных, личностных результатах. Вот это все можно отнести тоже туда. Далее, повышает уровень мотивации. Вообще, проекты, как я уже сказала, они могут использоваться как запланированные, то есть у вас может быть несколько проектов запланированных в течение года. Возможно, вы даете какие-то проекты на неделю. В каждом разделе, в каждом уроке у МК содержится какое-то задание на проектную деятельность. То есть проектная деятельность, она уже заложена в план вашего, в ваших занятий, но тем не менее, вы можете использовать проекты, исследования, как дополнительный инструмент повышения мотивации, повышения уровня мотивации ваших учащихся. Опять же, как вы будете это делать? Вот эту форму можно выбирать, конечно же, вам самостоятельно. Опять же, это может быть один из элементов работы по направлению дифференцированного обучения, когда вы даете какой-то проект более выступающим учащимся. То есть здесь есть возможность творческого развития не только учащихся, но и нашего с вами творческого развития. Далее, проектная исследовательская деятельность, несомненно, и это абсолютно так, повышает эффективность и качество учебного процесса. Во-первых, проектная исследовательская деятельность, проект подразумевает, что мы с вами не только исследуем, но и как-то практически ещё направляем наше знание. Это практическое русло. И, соответственно, когда учащиеся могут видеть то, что они на практике имеют возможность применить свои знания, несомненно, это повышает качество и эффективность нашего учебного процесса. Допустим, в каких-то заданиях, когда учащимся необходимо на китайском языке провести какого-то исследования, да, когда учащиеся, допустим, знакомятся с китайским интернетом и какую-то информацию узнают оттуда, это, несомненно, повышает эффективность, повышает качество учебного процесса, даёт возможность при этом ребятам, учащимся нашим, посмотреть на китайский язык, изучение китайского языка немножечко под другим углом, использовать китайский язык не только на урок, но и дополнительно, как-то. Мне кажется, это достаточно важный момент, поэтому игнорировать это тоже, конечно же, не стоит. Далее, проектная деятельность, проектно-исследовательская деятельность обучает мыслить самостоятельно, решать проблемы, применяя знания. Как мы уже говорили в начале нашего вебинара, именно самостоятельность — это то качество, которое нам необходимо в итоге развить у наших учащихся. Соответственно, проектно-исследовательская деятельность, как никакая другая, направлена на реализацию вот этого навыка самостоятельности, поскольку исследование и выполнение проектов не предполагает активного контроля со стороны учителя. Опять мы говорим, да, учитель в качестве наставника. Когда учитель только задаёт вектор, определяет совместно с учениками направление, в котором им необходимо двигаться, однако всю информацию ученики ищут самостоятельно, при этом периодически приходя на какие-то, может, консультации к учителю. Опять же, это всё зависит от формы вашего проекта, но тем не менее здесь мы говорим о самостоятельности, о том, что учащийся учится самостоятельно определять, какие материалы необходимы, какие материалы будут подходить по этой теме, какие не будут подходить. До того момента, пока он не подошёл за консультацией к учителю, у него как раз происходит вот этот процесс, процесс понимания, процесс осмысления и, конечно же, проектно-исследовательская деятельность, как никакая другая, направлены на реализацию вот этих умений. И следующий пункт — это развитие критического мышления. Когда в процессе подготовки к проекту, я думаю, учителя, для учителя это тоже очень актуальный момент, когда мы готовимся к каким-то выступлениям, открытым урокам, конференциям, мы всегда критически оцениваем материал, который был нами подобран, вообще уровень, степень своей подготовки и так далее. Проектно-исследовательская деятельность как раз таки направлена. Для учащихся она как раз таки направлена на развитие вот этого критического мышления, для того, чтобы ученики самостоятельно могли оценивать свои результаты, как мы говорили в начале, да, прошу прощения, нашего вебинара, оценивать, соотносить планируемые результаты и те способы достижения этих результатов, которые они выбрали, все это и есть в проектно-исследовательской деятельности. Ну и как результат это развитие предметных и метапредметных и личностных навыков, если мы говорим о защите, допустим, проекта. Соответственно, я думаю, что я уже достаточно вас, скажем так, сейчас убедила, да, и как-то мы с вами обсудили этот момент о том, что, конечно же, проектно-исследовательская деятельность это то, что необходимо использовать на наших уроках. Если мы будем говорить про проектно-исследовательскую деятельность непосредственно УНК «Время учить китайский», она, конечно же, здесь представлена. Как я уже сказала, УНК полностью соответствует всем требованиям ФГУС, соответственно, проектно-исследовательская деятельность тоже есть. Посмотрите, в каких рубриках вы можете найти эту проектно-исследовательскую деятельность. Первая рубрика — это рубрика «Обсудим». Мы его уже видели с вами, до этого я представляла. Нам здесь, посмотрите, здесь под цифркой 2, я помню, 2, здесь нам предлагают провести исследование. То есть это прямая, скажем так, прямая отсылка к проектно-исследовательской деятельности. Более того, да, может быть, вы заметили, что здесь у нас появляются учебники 7-го, 9-го, более старших классов. Однако проектно-исследовательская деятельность появляется в учебниках «Время учить китайский» с 5-го класса. Ну, естественно, уровень проектов несколько разнится. Если это 5-й класс, то это, конечно же, более творческие проекты, игровые какие-то, но тем не менее они уже там есть. С 5-го класса учащиеся должны привыкать к тому, что существует такое понятие, как проектно-исследовательская деятельность, должны привыкать работать с информацией, работать по данному направлению. В рубрике «Обсудим» мы можем встретить проектно-исследовательскую деятельность. И в рубрике, допустим, «Учимся вместе». Здесь нам предлагают, допустим, в группах подготовить презентацию на китайском языке о традиции. Опять же, для того, чтобы подготовить такую презентацию. Конечно же, если мы говорим о этой презентации, это такой мини-проект. Опять же, для того, чтобы подготовить этот мини-проект, необходимо самостоятельно найти информацию, самостоятельно ее обработать. И более того, в группах, опять же, как мы видим, наладить эффективное сотрудничество и как-то потом представить вот эти результаты. И в тот момент, когда мы будем защищать свою работу, опять же, критически отнестись к уровню своей подготовки для того, чтобы либо выступить, либо там, может быть, еще где-то доработать. То есть мы видим максимальное соответствие вот этим требованиям к результатам. Здесь у нас и метапредметные, и предметные результаты, когда мы говорим на китайском языке, да, нам нужно подготовить презентацию. И личностные. Все это максимально сбалансировано содержится в таких заданиях. Поэтому активно применяйте их, пожалуйста, на уроках китайского языка. Это всегда, конечно, это может быть сложно где-то в организации, особенно если мы говорим про пятый, шестой класс, да, и может быть там частично седьмой. Однако, как показывает практика, ребятам это интересно, но требует, да, такого правильного подхода со стороны педагога. И здесь еще важным моментом, как мне видится, это, конечно же, наличие нашей компетентности, когда мы сами понимаем о том, что такое проектная деятельность, как его реализовывать. Вот этот пункт тоже такой вызов для современного учителя. Далее, следующий момент, который также, следующий пункт, скажем так, содержания УЛК, который направлен на реализацию всех преданных соглас, это лимбо-страновический модуль. Вообще лимбо-страновический модуль является такой авторской идеей, да, Александра Александровна, поскольку она еще как и специалист-международник, да, всегда говорит о том, что, и мы прекрасно это тоже с вами понимаем, о том, что изучение языка не может проходить в отрыве от изучения его культуры. И это требование, оно также у нас прописано в требованиях ПКОС. Соответственно, лимбо-страноведение является вот таким модулем, который реализует, максимально реализует все требования ПКОС на, ПКОС к урокам китайского языка. В каких вы можете, ни в его страноведении, ни в вообще страноведении, но вы можете найти в содержании основных диалогов главных героев, да, то есть вот этот пункт реализован там, когда то, о чем говорят наши главные герои, уже в себе содержит некоторую информацию о стране изучения языка, да, о Китае, в нашем случае о Китае. Дальше вы можете найти данную информацию и в упражнениях на фонетику, грамматику, письмо. Понимаем, да, содержание. Следующий раздел, главный раздел, конечно, направленный на реализацию лимбо-страноведческого подхода, это раздел «Изучаем культуру России и Китай». Вот сейчас я посмотрю, да, посмотрите здесь, да, сейчас немножко пролистну, а вперед. Именно модуль «Изучаем культуру России и Китай» является таким лимбо-страноведческим модулем, который представлен в конце каждого урока и который также необходимо прорабатывать на уроках китайского языка. Если в вашем, да, если там в вашем учебном заведении лимбо-страноведении не выделено в отдельный курс, допустим, как у нас это происходит, и нам приходится, хотя, конечно, хотелось бы иметь отдельно курс лимбо-страноведения, потому что обычно у ребят огромное количество вопросов по культуре Китая, но тем не менее, в случае, если нет такой возможности, вы также на уроках китайского языка имейте возможность прорабатывать этот момент. Посмотрите, отличительной чертой лимбо-страноведческого модуля является сравнительный подход. Здесь, если вы заработали с ОМК, да, либо вот здесь на слайде вы можете видеть, что у нас, да, написано «Изучаем культуру России и Китай». Когда мы изучаем не только культуру и лимбо-язычный языка, да, который мы изучаем иностранного, но и культуру нашей страны. Как мы говорили вначале, наша задача на уроках китайского языка формировать ещё самоидентификацию наших учащихся как единиц, да, как, скажем так, жители нашей страны, жители именно России. Соответственно, вот этот модуль, как никакой другой, направлен на реализацию данного требования. И, как показывает практика, ученикам всегда очень интересно именно в вот этой сравнительной парадигме изучать культуру другой страны. Потому что, когда мы говорим просто про Китай, я думаю, что учителя практики, да, со мной согласятся, часто возникают такие вопросы или такие высказывания, да, а вот у них так, а у нас так, почему мы такие разные или, наоборот, одинаковые. Это естественный процесс, когда учащиеся хотят сравнить себя с представителями другой культуры. И вот этот блок как раз даёт им и нам такую возможность познакомиться. не только с другой страной, да, не только с Китаем, но и со своей страной личной. С Россией, скажем так, иметь более, повышать свои, да, знания в социокультурном направлении относительно своей собственной страны. Поэтому вот этот блок «Ингло-страноведение изучаем, культура России и Китая» также рекомендуется, также необходимо прорабатывать. Он, как я уже сказала, у нас в конце каждого урока присутствует, поэтому здесь, опять же, нет необходимости учителям искать что-то дополнительное. Хотя, конечно же, никто не запрещает никогда проявлять творческие, да, какие-то моменты. Возможно, вы там смотрите какие-то фильмы на китайском или на русском языке про Китай. Всё это будет только взаимодополнять. Однако основной компонент, он уже у вас есть, основа есть. А дальше уже вы, конечно же, работаете по своему, по своим наработкам, по своим, скажем так, используя свои методики. Так, и посмотрите, что ещё я здесь много договорила. Да, справочные материалы для учителя, справочных материалов, которые, как я уже упоминала, находятся у нас в книге для учителя. Вы также можете найти именно страноведческий модуль, найти вот эту информацию про страноведение Китая, поэтому активно пользуйтесь, активно изучайте. Этот момент тоже необходимо реализовывать. Так, посмотрите, да, здесь, если мы будем говорить с вами о тех компонентах ОМК, всё-таки мы говорим не только сегодня про реализацию требований ФГОС, но и о том, как реализовать эти требования, используя ОМК, где научить китайский, как же вот в таком комплексе подойти к этому вопросу. Мы имеем рубрики «Учимся вместе», «Обсудим», изучаем культуры России и Китая, которые максимально направлены, да, то есть есть, конечно же, те рубрики, которые я сюда не внесла, и вообще сама структура учебника, вот в самом начале, да, мы говорили, всё, конечно же, направлено, разработано максимально современными со всеми требованиями, но, тем не менее, вот это те пункты, на которых мне хотелось бы заострить внимание, которые направлены на развитие не только предметных, но и метапредметных и личностных результатов. Итак, посмотрите, данные рубрики, они, как я уже сказала, да, помогают нам достигать метапредметных результатов и межпредметных понятий. То есть здесь, когда часто возникает такой вопрос, да, вот есть такое требование, как мне его достигнуть. Вот достигнуть с помощью, как мне достигнуть этого результата, с помощью, вот в нашем случае, учебника, с помощью его наполнения и с помощью, конечно же, подходов, которые мы выбираем для себя на уроках китайского языка. Дальше, конечно же, данные, данные направления помогают нам развивать интеллектуальную творческую деятельность. Опять же, да, творческая деятельность, интеллектуальная, всё у нас относится к нашим современным полу. Повышение мотивации. Вообще, про мотивацию — это, конечно же, тоже отдельный такой момент, отдельный пункт, о котором можно долго говорить. Но, тем не менее, многие задания, представленные в УНК, они дают возможность отказаться, и, точнее, они уже представлены не в такой традиционной форме, не в традиционной форме организации урока, а в форме, во-первых, которая соответствует стандартам, да, и которая будет интересна нашим учащимся. Потому что, опять же, в каждом, я думаю, у каждого учителя есть свой опыт, и для каждого, может быть, будут разные, да, эти моменты. Ну, в моём случае я вот заметила, что к седьмому классу примерно появляется мотивация, да, связанная это, конечно же, с возрастными особенностями. Падает мотивация к обучению, язык становится уже неинтересным, он не представляется уже каким-то таким большим секретом, да, для учащихся. Учащиеся поняли, что для того, чтобы обучаться, нужно стараться, нужно работать. И здесь наша задача подключать какие-то дополнительные средства, дополнительные механизмы для того, чтобы эту мотивацию сохранить. Опять же, для того, чтобы всё-таки обучение было эффективным, ни в коем случае, как я полагаю, да, не стоит впадать, ну, наверное, в какую-то крайность, да, использовать только там творческие задания, да. Да, конечно же, всё должно быть в балансе, сочетанием традиционных заданий, традиционных упражнений, которые, да, направлены на обучение предметных навыков, ну, и в сочетании вот с различными типами работы, с творческой деятельностью, с проектной деятельностью, с организацией различных форм работы на уроке. Следующий момент — это развитие чувства патриотизма. Именно, как я уже сказала, да, до этого. Именно лингво-астрономический модуль наш «Изучаем культуру» направлен на вот это, на достижение данного результата. Существу патриотизма, и если вы начнёте работать, и работать регулярно с данным модулем, вы заметите, что ребята чаще всего, я думаю, ну, это в большинстве случаев, наверное, чаще всего дают предпочтение, конечно же, равной культуре, да, потому что она для них более понятна. Но, тем не менее, вы заметите, что учащиеся начинают себя идентифицировать всё-таки как человека, да, российского гражданина, да, и, соответственно, вот это чувство патриотизма, оно начинает у них обостряться в тот момент, когда вы изучаете данный блок, изучаете, работаете по-ингострономическому, по такому направлению. И, конечно же, это реализуют требования, которые к нам приведет к углу. То есть нам необходимо это делать. Поэтому, так, сейчас прошу прощения, что-то у меня написали со связью. Вроде бы нормально. Если вдруг какие-то будут помехи, или меня вдруг станет не слышно, или не видно, то напишите, пожалуйста, в чат, чтобы я могла оперативно на это среагировать. Таким образом, да, видите, чувство патриотизма. Следующий момент, который у нас идёт в паре с предыдущим пунктом, это воспитание толерантного отношения к инвокультуре. Когда мы не только говорим о своей культуре, но изучаем культуру другой страны и понимаем, что у нас разные могут быть, что люди в разных странах по-разному живут, изучая быт, возможно, я думаю, что опять же каждый учитель сталкивался с тем, что какие-то моменты в жизни, в быту, китайцев, да, для наших российских школьников являются странными. Но опять же, это только особенность, да, культуру мы понимаем с вами, и это необходимо нам донести до наших учащихся, для того, чтобы сформировать толерантные отношения к инвокультуре, для того, чтобы в дальнейшем мы имели на выходе, скажем так, да, целостную личность, которая способна жить в поликультурном обществе, для того, чтобы взаимодействовать с представителями разных культур, да, особенно это у нас актуально сейчас в итоге глобализация, вот поэтому, конечно же, опять же, прорабатываем вот эти все моменты. Развитие навыков смыслового чтения, да, также здесь развитие критического мышления, опять, да, все рубрики, которые вот здесь перечислены, они, конечно же, на это направлены. Как я уже говорила, критическое мышление — это такое наличие критического мышления, это такой метапредметный навык, да, который даёт возможность, опять же, в будущем эффективно работать будущему специалисту, эффективно обучаться будущему студенту в высших учебных заведениях. Но это то, что нам необходимо реализовывать уже со школьницами, скажем так, да, с наших уроков. И уроки китайского языка не являются в этом случае исключением. Развитие навыка самостоятельной учебной деятельности. Опять у нас, да, появляется слово «самостоятельно». Данные рубрики направлены именно на проработку данного навыка, особенно это касается рубрики «Учим всё вместе и обсудим», да, когда необходимо ученикам самостоятельно проработать информацию, самостоятельно принять решение, что тоже очень важно, да, самостоятельно оценить свою работу, самостоятельно сделать какие-то выводы и её потом представить в виде готового продукта. Развитие способностей аргументированно высказать свою точку зрения. И даже если мы говорим сейчас не только о проектной деятельности, да, также те же самые рубрики «Изучаем культуры», направлены, конечно же, на развитие, на построение эффективного диалога не только в паре учитель-ученик, да, но и в паре ученик-ученик, когда мы учим наших школьников, высказывать свою точку зрения, не только по теме своего проекта, но и вообще в целом, да, может быть, это какие-то мнения относительно культуры Китая, да, всё это необходимо, опять же, да, необходимо для формирования полноценной, целостной личности. И данное направление, конечно же, реализовано в учебнике. То есть любое задание, которое вы посмотрите из этих рубрик, оно, конечно же, будет направлено и на реализацию, на достижение вот этого результата в том числе. Развитие научного мышления и навыков исследовательской деятельности. Я думаю, что здесь, как бы, в принципе, понятно, да, мы говорили про проектную исследовательскую деятельность. Организация групповой деятельности обучающихся, и их коммуникация в процессе совместной работы. Большое количество заданий на групповую работу, как мы видим, да, когда нам предлагают в группах что-то обсудить, в группах подготовить какой-то материал, потом представить его в группу, да. Опять же, мы говорим здесь о проработке, о достижении личностных и метапредметных результатов. И, конечно же, применение, важный пункт, как мне кажется, это применение полученных знаний практической деятельности. Когда учащиеся имеют возможность не только теоретически говорить по китайскому языке, но и применять его на практике, использовать его, говорить на китайском языке, да, использовать его в процессе поиска какой-то информации, в процессе подготовки каких-то практических заданий, творческих заданий. Здесь, конечно же, опять же, большой момент, связанный с организацией нашей с вами деятельности, как педагогов, каким образом мы сможем построить вот этот процесс, да, для того, чтобы он был максимально эффективен. То есть вот это, я сейчас проговорила, те пункты, которые у нас содержатся в УНК, мы даже не понимаем, что для того, чтобы они заработали, нам, конечно же, нужно тоже, исходя из тех требований, которые есть, построить урок так эффективно, чтобы все необходимые элементы проработались, для того, чтобы это было эффективно, для того, чтобы урок был деятельностью, для того, чтобы мы добились планированных и результатов тех, результатов, которые от нас требуют современный новый, да, стандарт. Дальше, посмотрите, совсем у нас, в принципе, чуть-чуть с вами остается момент важный, связанный с рефлексией. Рефлексия, как я уже говорила в начале своей презентации, да, это совместное, возможно, так, сейчас давайте я увидела вопрос чуть-чуть попозже в конце, чуть попозже в конце мы с вами все вопросы обсудим. Посмотрите, рефлексия, рефлексия, уже мы, да, подходим потихоньку к концу, рефлексия — это обязательный этап современного урока, когда нам необходимо совместно с учениками определить, что же они вынесли с урока, да, чему они научились, каких целей они смогли достигнуть, каких не смогли целей. То есть соотнести вот эти планированные результаты, которые у нас были в начале урока, с конечным итогом, да, и здесь у меня указано совместное подведение итогов. Опять же, как показывает практика, не всегда данный пункт реализуется на уроках, но, тем не менее, он должен быть реализован. Это, опять же, да, современные требования, требования в стандартах, и ни в коем случае упускать мы его не можем. Для чего вообще рефлексия нужна, я думаю, как бы тут, в принципе, наверное, понятно, но, тем не менее, возможно, что-то новое, да, мы можем сейчас с вами здесь для себя тоже открыть. Итак, первое — это развитие самостоятельности, предприимчивости, конкурентной способности и способности к самоанализу. Когда мы подводим итоги, каждый ученик уже для себя определяет, что же он, конкретно он, да, вот мы подвели совместные итоги, что мы, допустим, должны были выучить это, а достигли этой цели он, смог ли он это сделать. То есть, когда мы проговариваем этот момент, мы, конечно же, делаем нашу работу более эффективной, поскольку уже нет возможности у учащихся просто отсидеться, да, в сторонке и никаким образом не среагировать на вот это, на происходящее, да, то есть уже здесь слух мы проговорили о том, что вот все выучили, все сейчас овладели в конце этого урока вот этими навыками, да, и ученик, даже если он это никаким образом не транслирует, да, в эфир, скажем так, он понимает, уже начинает понимать свой уровень, а достиг ли он результаты. И, конечно же, здесь у нас повышается самоанализ, способность к самоанализу, другой момент, другой момент, как, ну, насколько дальше, опять же, каждый ученик будет работать с этим пунктом, но, тем не менее, самоанализ уже у нас запущен, и это делается именно с помощью совместных подведений итогов и рефлексий. Дальше развивается, конечно же, конкурентная способность, да, если мы опять в том же самом кондекте, мы видим, что кто-то выучил, кто-то знает, а я еще не знаю. И, конечно же, используя конкурентную способность, во-первых, мы можем здесь, скажем так, нашу дальнейшую работу сделать более эффективным, да, повысить мотивацию к изучению китайского языка, повысить эффективность работы на уроке, ну и плюс конкурентная способность, это такое качество, которое, опять же, необходимо для формирования в дальнейшем целостной личности, личности, прошу прощения, работника, да, эффективного работника, который дальше будет сотрудничать, да, дальше в высшем учебном заведении, вообще по своей профессиональной деятельности. предприимчивость, самостоятельность от этого. Посмотрите, важный пункт, рефлексия проводится в конце каждого урока. Здесь вот сейчас я немножко, опять же, поговорю про УНК. Это обязательно, как я уже говорила в начале, обязательный пункт, эффективное начало, эффективное окончание нашего урока. То есть рефлексия должна проводиться в конце каждого урока. Этот пункт зачастую, очень часто выпадает, потому что, ну, мы тут можем, конечно, определять разные, да, факторы, почему так происходит, но, тем не менее, когда у меня была возможность очно общаться с преподавателями, вообще, в принципе, при общении с коллегами, часто замечаем, да, что данный момент он как-то у нас немножко отходит в сторону, да, как-то забывается. Ни в коем случае этого забывать не нужно. Обязательно, эффективное окончание урока должно быть. Это современное требование к нам. Это то, что мы должны реализовывать. Посмотрите, здесь также на слайде, показала я вам. Так, сейчас одну секундочку. По каким направлениям мы можем подводить итоги, да? Ну, во-первых, это оценивание результатов учебной деятельности. Конкретно в конце каждого урока обсуждать, что нам удалось добиться на этом уроке, да, что удалось выучить, что не удалось, чем мы вообще занимались. Это одно направление, да, то есть вы можете его реализовывать на каждом уроке, в конце каждого урока, и это будет очень эффективно. Дальше оценка содержания учебного материала, да, что было новое, что мы уже знали, каким образом нам удалось это применить, да, может быть, какие-то знания и те материалы, которые были ранее, мы сегодня использовали на уроке. Все это, опять же, очень эффективно для, очень эффективно для самого образовательного процесса, да, и несет, ведет за собой хорошие, существенные результаты. И последний пункт, возможно, это оценка эмоционального состояния, да, когда мы, опять же, говорим о том, что мы изучаем сейчас любую дисциплину не только предметно, но и метапредметно, и также личностно, да, и, конечно же, очень важно отслеживать эмоциональное состояние наших учащихся. Опять же, формы реализации этого вы можете выбирать самостоятельно, но использовать, да, это на своих уроках, обязательно отслеживать это эмоциональное состояние, поскольку, опять же, как я говорю, да, то есть у нас к вам предъявляются требования не только в предметной направленности, но и в личностной направленности, возможно, ученики, и плюс еще, конечно же, это позволяет сделать сотрудничество между учителем и учеником более открытым, более, скажем так, доверительным, и что в дальнейшем может привести, конечно же, к хорошим результатам. Посмотрите, пожалуйста, если мы будем говорить об УМК, непосредственно об учебнике, то в конце каждого раздела, я подчеркну этот момент, не в конце каждого урока, а в конце каждого раздела существует рубрика, которая называется «Подведем итоги», которая содержит все те материалы, все те пункты, учащийся которыми должен был овладеть к окончанию вот этого раздела. Соответственно, здесь мы не можем наблюдать, допустим, оценку эмоционального состояния, это проводит самостоятельный учитель, плюс такой раздел, он у нас представлен, только рубрика «Подведем итоги», она представлена после целого раздела, но тем не менее, это такой замечательный инструмент, с помощью которого мы как раз и можем регулировать данный пункт, можем проводить рефлексию, то есть можем обсуждать с учащимися то, чего мы успели научиться, проводить какую-то оценку. Опять же, все это направлено, как вы понимаете, на метапредметный и личностный результат. Посмотрите, здесь у нас типичные выражения в разных речевых ситуациях и грамматика, то есть то, что учащийся должен был освоить за данный раздел. Обязательно пользуйтесь этим разделом, этой рубрикой, не игнорируйте ее, это очень важно, и тем более, когда это все представлено, представлено, все настолько структурировано, мне кажется, что здесь наша задача только просто эффективно обсудить данный момент с нашими учениками. Так, в принципе, относительно УНК и содержания УНК мы закончили вот эту информацию, которую я хотела вам рассказать. Еще раз хотела бы подчеркнуть, что, как я уже говорила в начале, вы видели, да, слайды смотрели, я вам говорила об особенностях УНК, о том, что, конечно же, данный учебно-методический комплекс, он полностью, максимально соответствует всем стандартам. И то, что я сегодня вынесла в своей презентации, в своем выступлении, это часть, да, какая-то часть, на которую я хотела бы обратить ваше внимание, которая вызывает большее количество вопросов, поскольку она относится больше к метапредметной, к личностной направленности. Тем не менее, помимо этих заданий, потому что, может быть, у кого-то возникнет ощущение, если еще не работали, да, с учебниками, что, может быть, больше, кроме этого, ничего в учебниках нет. Нет, конечно же, есть и упражнения, и тексты. Все это существует, все это есть в учебниках. Однако сегодня вот я заострила внимание, да, сфокусировалась на том, что представляется, мне кажется, сейчас несколько проблем, наверное, зону для учителей. Поэтому вы самостоятельно при работе, и сегодня, там, может быть, завтра, прошу прощения, после вебинара можете посмотреть и, возможно, какие-то элементы своей работы на уроке уже скорректировать в соответствии с тем, о чем мы сегодня с вами поговорили. Хотя, конечно же, я понимаю, что большинство из нас, большинство из вас знакомы с требованиями, со всеми, да, и уроки наши построены максимально эффективно, однако я уверена, что что-то можно будет обязательно добавить, поэтому посмотрите, как-то, может быть, что-то будет для вас новое, интересное, как-то сможем мы еще, скажем так, еще более эффективно построить наш образовательный процесс. И уже практически завершая, да, потихоньку свое выступление, я бы хотела обсудить буквально в течение 5-7 минут трудностей, те сложности, которые все-таки еще возникают именно в контексте реализации вот этих требований, требований ФГОС на современных уроках, поскольку, конечно же, организация максимально современного урока, соответствия стандартов, это идеал, к которому мы все с вами должны стремиться. Мы понимаем, что идеального ничего не бывает, и что-то может где-то быть, у нас как-то может западать, да, поэтому вот те моменты, которые я, исходя из своего опыта общения, исходя из своего личного опыта работы, могла здесь вынести. Первое — это недостаточная компетентность учителя в области организации учебной деятельности в условиях нового ФГОС. Это все еще проблема может существовать, особенно когда мы говорим о таких элементах, как, к примеру, проектная деятельность, да, когда не у всех учителей и не всегда учителя, к сожалению, есть возможность, да, более детально разбираться в каких-то новых технологиях, да, в новых подходах, когда не совсем сформировано еще понимание того, как же эту проверочную, простите, прощение, как же эту проектную деятельность вести, вот именно тогда мы начинаем где-то немножко, ну, может быть, проседать, да, если можно так выразиться. И, конечно же, это тот пункт, над которым необходимо работать. Нам с вами, как учителям, практикам, посещая самообразованность, вот этот стандарт, вот этот идеал, да, учащегося, который мы должны иметь по выходу из школы, мы должны, конечно же, эти стандарты применять и к себе, то есть постоянное стремление к самообразованию, к перманентному изучению, да, каких-то новых требований, новых элементов в педагогике, и вообще, в принципе, да, в сфере китайского языка, это, конечно же, то, что должно присутствовать в нашей практике. Опять же, да, я, возможно, повторюсь, очень важно иметь именно эффективные инструменты, которые помогут, потому что мы все понимаем, что зачастую в состоянии там нахватки времени или еще каких-то факторов достаточно сложно эффективно вот этот процесс навалить. Поэтому, если уже у нас есть вот такой эффективный инструмент, который предлагается нам, то, конечно же, нужно использовать его по максимуму, ну и плюс в сочетании с самостоятельным самообразованием, с работой над собственными компетентностями. Следующие, да, сложности по целеполаганию, ну, это как один из пунктов предыдущего, да, аспекта, когда именно вот начало урока вызывает, да, какие-то сложности, трудности у педагогов. Это тоже то, над чем стоит нам, конечно же, работать. Дальше. Отсутствие необходимых методических материалов. Все-таки я, несмотря на то, что мы сегодня говорим, да, об УМК и о том, что эти материалы есть, опять же, да, здесь может быть не осведомленность о наличии таких материалов, да, и, возможно, не совсем полноценное его использование данных, не полноценное использование данных материалов. То есть, если мы берем тот же самый УМК, время учить китайский, при общении с коллегами, допустим, кто-то не обращался к книге для учителя, но книга для учителя — это важный элемент, важный такой инструмент, который дает нам много новых знаний для нас, как для педагогов. Поэтому, конечно же, здесь и отсутствие может быть необходимого, да, и плюс не совсем эффективное использование уже того, что имеется. Поэтому сегодня я надеюсь, что после вот этого вебинара, когда я еще раз дополнительно сказала о том, что существуют какие-то элементы, да, там, допустим, книга для учителя, рабочая программа, возможно, кто-то, кто еще не работал по этим направлениям, обязательно ознакомится и найдет для себя что-то новое, полезное и эффективное. Следующее — это слабая техническая оснащенность классов. Это, конечно же, касается, ну, как мне кажется, в первую очередь, да, представителей регионов, поскольку у меня есть возможность, часто я бывала и на различных мероприятиях в Москве, и на обучении тоже в московской школе. И, конечно же, существенная ситуация может разница, я думаю, все это понимают. Если мы говорим, да, о каких-то новых дополнительных современных методиках, то, конечно же, они зачастую связаны именно с технической оснащенностью. К сожалению, вот этот пункт — это тот пункт, на который мы сами как учителя повлиять не можем, но он все еще сохраняется и является таким фактором, который может, наверное, как-то, ну, затормаживать вот этот процесс. Но, тем не менее, я уверена, что, как бы, все не стоит на месте, да, и данный момент, он тоже постепенно уже, данная проблема, она сойдет на нет. И последний пункт такой — это низкая мотивация учеников, когда мы говорим именно о современных подходах, о том, каким должен быть современный урок. Зачастую бывает так, что учитель максимально делает все в соответствии с требованиями, однако ученики низко замотивированы, ученики не хотят работать именно в таком ключе, больше тяготеют, опять же, да, это все-таки у нас не такая память, да, тяготеют к стандартам, прошу прощения, к стандартным формам работы на уроке. Здесь, конечно же, у нас, опять же, наша работа по повышению мотивации. Как мне кажется, конкретно в моем случае, в моей практике, это еще и работа над увеличением, точнее, не увеличением, а повышением престижности предмета китайский язык в глазах не только учеников, но и родительской общественности. Потому что часто такое бывает, да, мы с вами развивающиеся, эффективные педагоги, но, тем не менее, китайский язык воспринимается как нечто простое, легкое, что-то факультативное. Опять же, не везде, не всегда, но такое бывает, допустим. Вот я сталкивалась с такими проблемами, поэтому здесь, опять же, комплексная работа и педагога, и, возможно, администрации школы, когда мы говорим о повышении престижа предмета китайский язык в глазах учеников перед родительской общественностью, и, соответственно, повышается мотивация учеников к тому, чтобы именно работать вот по таким эффективным направлениям, работать в эффективном ключе. Таким образом, подводя итог, конечно же, можно сказать, что, конечно, многое зависит именно от нас, как от педагогов, как от учителей-практиков, от того, каким образом мы все необходимые требования реализуем на уроке. Однако, когда отсутствует какой-то инструмент, отсутствует поддержка учителя, это, конечно же, намного сложнее реализовать. На данный момент для нас, как для учителей, ведущих китайский язык в школах России, уже есть такая возможность, есть поддержка, есть методическая поддержка. Есть все инструменты для того, чтобы соответствовать требованиям, для того, чтобы сделать уроки максимально эффективными, максимально современными. И поэтому, конечно же, наша задача — использовать эти инструменты и стараться быть на новый уровень, стараться сделать уроки эффективными, современными в комплексе, соблюдая баланс и личного своего развития и используя современные средства, которые нам сейчас предлагаются. Таким образом, мое выступление подошло к концу. Сейчас, если есть у вас какие-то вопросы, можно их задать в чате. Я вот уже посмотрела, что написали о том, что вы можете найти материалы на сайте, но уже вроде как нашли. Потому что на сайте они есть. Обязательно пользуйтесь, обязательно применяйте все те инструменты, которые у нас есть. Обязательно посмотрите, используйте книгу для учителя. Она очень содержательная, очень интересная и очень много содержит для нас полезных знаний, полезного содержания. Поэтому в этом направлении тоже необходимо поработать. Есть ли еще какие-то вопросы? Смотрите, здесь написали в чате, что все материалы можно скачать, но в папке, то есть презентацию, все вот это скачать можно. Так, давайте еще буквально минутку. Может быть, есть вопросы? И, конечно же, еще хотела сказать, вот именно в контексте того, что я говорила ранее, о нашем профессиональном самообразовании, конечно же, если есть такая возможность, и сейчас она у нас присутствует, обязательно посещайте. Ну, хотелось бы посоветовать посещать наши мероприятия, мероприятия, которые проводят издательство, посвящение, вебинары. Очень часто авторы Александра Александровны проводят вебинары. Очень интересно, мне кажется, послушать было бы ее. Поэтому, если такая возможность у вас существует, конечно же, стоит в этом направлении тоже развиваться, тоже использовать эту возможность. Так, ну, я так предполагаю, что вопросов нет, тем более сегодня у нас такое было утреннее с вами. Вот, да, учебные пособия для 10 класса выходят в феврале. Соответственно, мы можем говорить о том, что линейка полностью завершена, полностью обеспечена преемственность на всех этапах для 11 класса в апреле. Вот. Поэтому, я так понимаю, если вопросов у нас нет, как я уже сказала, сегодня у нас такой, да, с вами утренняя такая встреча. Надеюсь, да, что какую-то информацию, которую я вам дала, вы обязательно примените у себя в практике, и дальше, возможно, при наших новых с вами встречах, да, уже сможете поделиться непосредственно своим опытом по данному направлению. В таком случае завершаем наш сегодняшний вебинар. Забирайте все файлы, которые, да, вам необходимы, сертификаты, и, конечно же, ждем вас на дальнейших мероприятиях, которые будут проводиться в создательском просвещении. Следите за новостями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok